Один из главарей, запрещенный в России экстремистской сети Аль-Каида, Санафи Ан-Насра, ликвидирован в результате авиадаров недалеко от сирийского Алеппо. Об этом сообщает иранское агентство ФАРС. Журналисты ссылаются на фотографию уничтоженного бомбой автомобиля и информацию о гибели радикала. Сейчас в районе Алеппо сирийская армия развернула масштабную операцию при поддержке нашей страны. Между тем, успехи России на Ближнем Востоке оценили даже в США. США больше не находится на лидирующей позиции. Это удивительная вещь. И действительно, Соединенные Штаты с начала 70-х и до начала работы администрации президента Барака Обамы были, несомненно, доминирующей политической силой на Ближнем Востоке. Но это время прошло. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда президент России Владимир Путин скорее является главной политической фигурой на Ближнем Востоке, чем Барак Обама. Справедливо будет сказать, что наш президент в этом случае раскладывает пассиан, в то время как другие играют в шахматы. Если мы позволим ИГИЛ стать настоящим государством, то в конечном итоге Соединенные Штаты будут горько жалеть о том, что раньше не остановили его. С начала конфликта в Сирию покинули более 4 миллионов человек. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Пан Гимун. По последним данным, за 9 месяцев этого года в ЕС прибыли более 710 тысяч переселенцев.